Добрый день всем, кто сегодня пришел в этот зал. Надеюсь, мы сегодня сможем поднять большинство вопросов, которые вас интересуют. Как уже сказали, просьба подавать записки и по мере поступления постараюсь ответить на большинство из них. Опять-таки, записки личного характера просьба все-таки не посылать, потому что они касаются личных вопросов, а касаемо только тех вопросов, которые связаны с книгами или другими моментами. Как обычно, встречи я хотел бы начать сказать следующее, что на данный момент продолжается, несмотря на то, что одна книга была запрещена, как вы уже знаете, но, во-первых, борьба противозаконными действиями судебных властей не окончена, потому что я считаю, что книга была запрещена противозаконно, но судебный процесс пока нужно его спарить, потому что, ну, вы сами понимаете, что неважно, что ты прав или не прав, вносит решение, неважно, правильно или неправильно, но выносится. Поэтому, так сказать, Россия в кривых согласах запрещена на данный момент, но книги другие продолжают скачиваться, и на данный момент уже скачано 2 миллиона 209 тысяч 331 книга. И в этом году тоже интерес за два месяца, так сказать, не спадает. В феврале немножко меньше было, но тем не менее, за эти два месяца скачано 128 тысяч 586 книг. В феврале меньше, чем в январе, но тем не менее. То есть, о чем говорит, что, в принципе, несмотря на то, что одна книга запрещена, другие книги продолжают скачиваться и продолжают большой интерес у людей, что меня очень радует. Что хотел сказать, вот иногда приходит вот, типа, информация, вот вы говорите, что, типа, вот скачание книг необъективно, я вот трижды скачивал одну и ту же книгу, типа, сначала плохого разрешения, потом лучше и так далее, и так далее. Когда количество книг скачано гораздо больше, это скачано только с двух сайтов, которые есть в счетчике, а мои книги расположены на десятках сайтов, которых я даже не знаю, там информации вообще нет. Это плюс. Если кто-то скачал трижды одну книгу выше и выше разрешения, то большинство сразу скачивает качественное разрешение книжку, и это первое. А второе, то, что большинство, кроме того, что скачают сами, я знаю случаи, когда люди, скачав книгу, сами печатали, раздавали десятками, сотнями копий. Это не учитывается. Так что, если кто-то там два или три раза скачал одну книгу, это не значит, что количество книг скачанных меньше, чем на самом деле. И гораздо больше. В два-три раза, может, в десять раз больше, потому что данных точных нет. Поэтому такой момент, что книг меньше на самом деле, что это никому не нужно. Типа, да, ну вот кто-то зашел, раз несколько скачал и так далее. Но это единичные обычно варианты. Обычно люди такие мало понимают, о чем они говорят, потому что опираются только на свой собственный личный опыт. На самом деле книг, как я уже говорю, насколько я знаю, по крайней мере скачиваются больше, потому что десятков сайтов есть и так далее. Кроме того, что скачиваются книги, книги еще и издаются. Я даю разрешение. Люди, которые заявляют желание, на сайте стоят макеты книг. И те, кто желает эти книги скачивать, скачивают и потом получают у меня разрешение. И получив разрешение, они эти книги издают. И потом распространяют уже. Кстати, чтобы вы знали, когда я даю разрешение, я пишу, что я предоставил право без возмезд. То есть никаких даже авторских книг, не говоря о том, что я работал и создавал книгу, кроме как автора, еще все оформление, иллюстрации и так далее, я предоставил бесплатно, чтобы уменьшить количество книг. Но вот, наверное, сегодня видели некоторые, ходом в золотом здании продавались книги. Это книги, которые были изданы в Санкт-Петербурге Митраковым. По крайней мере, здесь вы их купите по очень низкой цене. Некоторые книги. Вот здесь вот, видите, «Зеркало моей души», «За гранью возможного» книжка, «За гранью возможного», это первое, это еще третье издание уже, и «Откровение». Вот сегодня здесь у меня первый том, у меня еще второго тома «Откровения» нет. Значит, сегодня, кажется, уже есть и второй том. То есть вот есть. Я же еще не видел его, между прочим. Нет, возможности разума, да. Вот, так что вот эти книги, опять-таки, изданы, но просто, чтобы вы имели в виду, что, к сожалению, даже на книгах наживаются паразиты. Вот книги, которые продаются, которые покупал, знаешь, что они довольно-таки дешевые, те же самые книги, по крайней мере, «Зеркало моей души», в Олимпийском комплексе продаются полторы тысячи рублей. И получается разница, которую они купили, допустим, у Митракова, и полторы тысячи кладет... 250 рублей. Что-что? 250 рублей «Зеркало моей души» стоит. Правильно. Мои партнеры держат свои слова, я проверял. Да? Полторы тысячи продается на Олимпийском. В Олимпийском мои партнеры продают по 250. Ну, хорошо. Люди покупали книги, чеки имеют. Давайте не будем спорить. Надежда Яковлевна тоже, когда Митраков, не выкрыть их с места, понимаете? Я вас защищаю, наоборот. На ВДНХ мне передали, что книга, ваша книга и откровения тоже стояли за полторы тысячи рублей. Поэтому паразиты на этом тоже наживаются, понимаете? К сожалению. Но, к сожалению, есть закон рынка, пока будет спрос, всегда будут такие вещи, к сожалению. Поэтому, если вы хотите покупать книги по приемлемым ценам, вот того же самого Митракова, есть магазин, интернет-магазин, где вы можете их приобрести по нормальной цене. Ответ, пойдем дальше.